Меня зовут Максим Мельников, какое-то время я уже работаю в компании Wargaming.net несколько лет. На самом деле я работаю в веб-департаменте, но со мной можно поговорить про все, что компания делает в вебе, про все, что компания делает на серверной стороне игрушки, но про клиентскую только совсем чуть-чуть. Итак, на самом деле выпуск любой игрушки, это очень, даже не игрушки, конкретного релиза любого продукта, это на самом деле сумасшедший труд, сумасшедшие круги ада, которые программисты начинают ненавидеть, потому что вовсю начинает вступать такой отдел, как тестирование. Тестирование на самом деле это жутко важная часть разработки игрушки, или даже любого продукта, потому что есть такой забавный и весьма невероятный факт. Если вы возьмете два продукта, очень одинаковых, пускай это будут игры, у которых один продукт буквально на 1%, на одну фичу, лучше, чем другой продукт, буквально на 1%. Самое грустное или самое прекрасное, что с точки зрения доходов, один продукт будет зарабатывать в 100 раз больше, чем другой. И за одной маленькой фичей люди понесут деньги туда. Поэтому очень важный аспект при разработке любого продукта, это быть топ-1, или топ-1 в какой-то аудитории, или топ-1 в какой-то группе людей. И здесь уже возникает вопрос, что самое главное критерий качества для того, чтобы получить, собственно, сделать универсальный, ну, такой замечательный продукт, это огромное количество фидбэка. Огромное количество фидбэка от тестировщиков, огромное количество фидбэка от пользователей, вылизывание продукта до последней мелочи. Пока это не оставить просто вот прекрасным и топ-1, и вам принесет кучу денег. Окей. Клево. Значит, первая вещь, которая, собственно, в любой продукт всегда проходит тестирование, так называемое тестирование белого ящика, это то, что делают программисты, писая юнитесты или ручками во время разработки это тестируют. Здесь, вообще говоря, ну, на самом деле, это обязательный аспект, на этом этапе ловится большинство багов. Если его пропустить, бывает очень грустно. Вот. На самом деле, в чем нюанс? Конечно, с точки зрения объема тестирования, как бы разработчики там никогда не способны все полностью протестировать, но, грубо говоря, хотя бы там то, что они написали, хотя бы то, что они написали, то, что они хотели написать, а тестировать очень важно. Но, как бы, здесь стандартный подход, как бы у нас в индустрии, понятно, юнитесты, когда компания большая, очень уже важным становится там разворачивание какой-то системы continuous integration, да, continuous integration, который будет тестировать ваших разработчиков, код ваших разработчиков, даже когда сами разработчики этого не хотят, они ленятся там, или кодлайны там нарушают, или там тесты чужие ломают, и, в общем, с ними запустили перед этим. Вот. Такая вот тра-ля-ля. Вот. Но, ну, как я уже сказал, тестирование с точки зрения там, если смотреть с точки зрения бесконечного количества ресурсов, одно из самых некачественных в том плане, что после разработчиков мы все знаем, что остается всегда огромное количество багов. Из плюсов, которые вот, собственно, почему этот шаг нельзя пропускать, исправление ошибок на данном этапе, оно очень дешево. После того, как разработчик обнаружил ошибку, грубо говоря, при запуске юнитеста, у него уйдет, может, там, грубо говоря, 5 минут, он может минуты, часы времени на ее исправление, все ошибки достаточно быстро и рано выявляются. Дальше мы пойдем, что ошибки, которые уже находятся на последующих этапах, их исправление гораздо более дороже. Яна, а у тебя акробатика нету? А где остальные сладики? Не-не, у меня где-то есть эта штука полностью. Ну ты пока порассказывай. Вот, окей. Значит, тестирование серого ящика. Ну, может, даже и так закончим. Значит, что такое тестирование серого ящика? Собственно, тестирование уже людьми, которые продукт знают каким-то образом, может, нехорошо, но не так хорошо, как программисты, но уже про многое в него знакомы. Они знают, в принципе, из каких компонентов состоит продукт, знают, какие компоненты и как взаимодействуют. В принципе, у нас в компании, в первую очередь, роль выполняет команды QA, там ее часть команды автоматизированной QA. Что они делают? Они, собственно, берут продукт и начинают его активно тестировать. Тестируют они, соответственно, в различных апостасиях. Для каждого продукта у нас есть понятие транка и стейбл-версии. В транке, собственно, то, что примерно недавно закоммитили программисты, является каким-то образом фича тестирования, где тестировщики приходят, собственно, видят, что фича готова, ее тестируют, как бы все продолжается. Ну, такой, как continuous процесс разработки. Когда уже доходит до тестирования стейбла, точнее, этот стейблом мы называем продукт версии предрелизным или там скоро-релизным. Мержатся туда все изменения. И разработчики, как бы, уже начинают фиксить баги чуть более серьезно, как правило, связанно с интеграционными. Соответственно, тестировщики у нас занимаются, ну, опять же, получается, интеграционным, интеграционным тестированием. О, вот про это я сейчас рассказываю. Вот, здесь уже возникает следующая проблема, которую обязательно нужно решить достаточно качественно и быстро. Как тестировщикам очень быстро, просто и актуально получать всегда текущую версию, которая, вообще говоря, является актуальной. У нас, на самом деле, продукт World of Tanks состоит из большого количества подпроектов, особенно веб-части. Порядка 20 проектов у нас, у проектов, грубо говоря, там 20 проектов, Trunk Stable — это уже 40 стейджингов. У каждого проекта есть различные фичи для конкретного региона, там 5 регионов. Вот, таким образом, количество окружений, которое мы готовим на стейджинге для наших тестировщиков, равно порядка 200-300. На самом деле, такой heavy task, там, полный виртуалок, слайд-вейт виртуализаций. Но чего мы этим достигаем? Мы достигаем того, что тестировщик в любой момент нажимает кнопочку в TeamCity обновить версию, она обновляется, вот, и вперед, как бы, проверять ее. Очень важно, соответственно, организовать вот этот, так называемый, continuous delivery для тестировщиков, чтобы они все в это тестировали. По поводу, как бы, качества тестирования. Тестировщики, как правило, уже, ну, более качественно тестируют, как программисты, у них есть понятие тест-кейсов, они, вообще говоря, в этом более опытные. Но, как бы, уже вот здесь серьезно возрастает стоимость бага. Тот баг, который там тестировщики находят, пока они его опишут, пока они его оформят, пока они более-менее с ним разберутся, пока они докажут программисту, что это, вообще говоря, баг. Пока программисты, особенно если этот баг интеграционный, между собой разберутся, чем конкрет, чей конкретный этот баг, это, как бы, повышает стоимость бага, повышает его стоимость. Ну, фиксить их все равно надо, но это уже становится дороже. Грубо говоря, оценим это, там, не знаю, в дни исправления багов. Ну, не исправление бага занимает день, а с момента того, как баг найдет, до того, как он будет исправлен, пройдут дни. Это редко получается в течение, там, даже дня, часов. Следующая штука, которая, ну, достаточно обязательна для тестирования вашего продукта, это обязательно его протестировать на специально отобранных пользователях, так называемое, тестирование черного ящика, на той группе людей, которые про ваш продукт не знают абсолютно ничего. Ну, просто вообще ничего, или, там, чуть больше, чем ничего. Вот, тут уже главный аспект в том, чтобы только эти люди, ну, как, не знаю, как обезьянки, найдут все самые узкие места, а не только эти люди будут пользоваться вашим продуктом, как они хотят, а не как вы хотите, потому что тестировщики все равно постазательно пользуются, не так, как будут пользоваться пользователи. Тут у нас уже для наших продуктов есть типичный такой шаг, у нас есть понятие супертеста, понятие общего теста. Супертест — это специальное место, специальное, как бы, место в продакшене, специальной версии игрового сервера, на кроаторе специально отобранная, там, группа людей. Это, как правило, игроки, которые, ну, за голду, грубо говоря, работают на Wargaming. Вот, они, там, тестируют танчики, тестируют игрушку. С этими людьми, получается, адекватно взаимодействовать в том плане, что со стороны, ну, чтобы протестировать большой объем информации, у нас просто не хватает, там, тестировщиков. На каждой карте, там, вымерить кусты камни, там, геймплейность. Но, как бы, там уже 100 человек готовы нам помогать в этом, или балансировать танки, когда нужно нагенерировать большой объем данных статистически. С ними взаимодействовать достаточно удобно, только надо уже со своей стороны готовить тест-кейсы. То есть мы готовим со своей стороны тест-кейсы, им даем, они их, в принципе, выполняют, отчитываются, пишут репорты, как, что да как. Ну, определенное количество багов ловится на этом уровне, но еще, опять же, далеко не все. Следующий этап, ну, ловли обязательной, в принципе, это ловли больших багов, это отдать самым обычным пользователям, которых не заставишь делать ничего конкретного, которые будут делать все, что они сами хотят, находить какие-то баги. Вот. Так называемый общий тест проводится, там, несколько у нас итераций. Примерно общий тест у нас, там, длится, например, в течение месяца. Тут дальше возникает такая интересная, ну, как бы, проблема в том, что исправление багов, которые возникают уже на этом этапе, оно достаточно дорогое. То есть, с одной стороны, исправление бага, который нашел человек, там, на общем тесте, пока, там, специальная команда соберет бага дайджест, пока сгруппируется, поскольку пока будут найдены какие-то паттерны, будет, там, пройдет, грубо говоря, неделя, потом придет менеджер и начнется уже управление рисками, фиксим ли мы этот баг в принципе или отлаживаем его на всякие версии, на всякий случай, потому что это уже идет, фактически, самый конец стабилизации версии. Вот. Ну, грубо говоря, там, баг может фикситься от недель, там, до месяцев. То есть, с момента, как он появился, до того, как он будет исправлен. И это, на самом деле, очень серьезная, там, организационная проблема. Если первые, там, continuous delivery, continuous integration, это технические проблемы, которые могут решить ваши менеджеры, то организовать, как бы, пользователей, там, тестировать то, как вам надо, предоставить им средства, чтобы они вам репортили баги. Причем, по большому счету, вы ими манипулируете, чтобы они это вам делали бесплатно. Ну, это достаточно серьезная такая организационная работа, ну, и достаточно сложная. Вот. Соответственно, подытоживая. Я, как бы, рассказал кратенько про пять кругов ада. Юнитесты, тестирование транка, стейбл, супертесты, общий тест, который, собственно, проходит, как бы, наша игрушка. Четыре аспекта я не затронул, там, в кулуарах или отдельно, как его обсудим. Тоже достаточно очень важный аспект. Если вы хотите сделать топ-1 в какой-то области, там, продукт или игрушку, к юзабилити, ну, у нас, например, сказалось, в World of Tanks, так или иначе, огромная львиная часть аудитории играет, которая, в принципе, до этого не играла ни в одну игрушку. Компьютером они пользуются играми очень интересно, поскольку у них вообще нет другого опыта игр. Вот. Перформанс-тестирование, опять же, обязательная часть, потому что это очень грустно, когда вы, ну, если продукт выйдет в продакшн, а потом окажется, что, собственно, пользователей так много, что, ну, они не могут его их обеспечивать. Обязательно безопасность. Ну, это, вообще говоря, абсолютно отдельная, опять же, история сегодня, об этом уж упоминалась. Ну, и такой очень интересный факт, и тестировать интернетизацию и локализацию, там, всякие специфичные китайские языки или, там, не знаю, там, умляунты и прочие аспекты, они всегда приносят много радостей, не говоря уже о том, что переводы на различные языки, ну, они, вообще говоря, зачастую бывают очень некачественные, ввиду того, что, там, нам тяжело это проверять. Вот. Ну, у меня все. Можно задать вопрос мне сейчас, чуть позже, или, там, в виде имейла. Давайте сейчас. Да. Вот смотрите, когда тестировщики тестируют ваш продукт, они пишут какой-то рекорд, и получается, что, вот, какое-то описание бага, вот он есть, да? Да. Потом вы отдаете супертест, и вам тоже приходит рекорд о том, что, вот, я надену, это ошибка, вот такие. А потом на общем тесте, когда, вот, обычные пользователи просто там где-то играют, находят баг. Они же, ну, очень мало кто отсылает, действительно, там, рекорд. Очень мало отсылают, но очень мало от 50 тысяч, оказывается, о. Ну, то есть, на общий тест, да. Ну, просто, да, действительно, там, с общего теста, хорошо, если репорт пишет полпроцента людей, но от этой массы, грубо говоря, которую мы запускаем на общий тест, порядка 50 тысяч за пару дней, ну, приходит достаточное количество репортов, что мы большинство багов выявили. Тем более, пользователи, особенно в русской аудитории, русская аудитория вообще, это любимая моя аудитория для тестирования, потому что это пользователи, которые любят ныть, они на общем тесте начинают ныть, что они все, что им не нравится, они делают это активно по всему интернету. Эту информацию мы собираем, зачастую даже не из баг-репортов, а из ЖЖ и прочего. Вот, узнаем. Да, вот, собственно, собирается эта информация. У нас есть специальные люди, которые ее агрегируют, потом отдают разработчикам. Вот работа. Да. Да. А у вас TeamCity быстро работает? Скажем так, TeamCity у нас работает, с моей точки зрения, достаточно быстро, приемлемо, но, как бы, если мы говорим о самом интерфейсе, о самой системе, которая, как бы, фронтендовская, но очевидно, что сама производительность агентов, она недостаточная, и мы покупаем больше агентов, ставим больше машин. А сколько у вас бранчей, примерно? Ну, важный аспект получается, что, ну, бранчей у нас немного, как правило, потому что есть текущая версия и прошлая версия для продукта. Но что такое продукт у нас? Это, как бы, наш большой продукт, мы разделили сервисно-ориентированную кучу кусочков, соответственно, ну, это, не знаю, project умножить на бранч, получается, наверное, порядка, ну, 200, как я уже сказал, 200 виртуалок у нас, 200 инвайрментов. А как вы так сделали, чтобы у вас тут работали? Ну, погибли, не знаю. Молодцы, старались. Не, не, ничего не делали, оно само. Баг, репорт и защита. Еще вопросы? Да. Вопрос есть. Начало этой группы докладчиков было по вопросам безопасности. Не, ну, грубо говоря, безопасность у нас тестируется, у нас есть специальный отдел, который уделяет внимание безопасности, вот, также у нас есть некоторые, поскольку у нас продуктов достаточно много похожих, или, там, они, грубо говоря, там, особенно веби-сервисно-ориентированные, вот, есть некоторые правила, там, вообще, как принято программировать, но достаточно банальные правила, которые успокаивают, решают многие вопросы из-за заряда. Все секьюрные варианты, все секьюрные операции по HTTPS-у, и это решает, там, 100-500 проблем. Запрет показов сайтов в фреймах, там, еще половину проблем порешало, да, если мы говорим про веб-разработку. С точки зрения игрушки, у нас есть, ну, это уже заложено в архитектуру движка, что мы, в принципе, считаем, что есть такая позиция четкая, клиент находится в руках врага, и сама, как бы, логика игрушки считается так, что на клиенте есть только информация так, которую действительно клиенту позволено знать. Пользователи могут взламывать наш клиент, мы можем им исходники полностью предоставить, они там, это не позволит добыть лишнюю информацию о том, где кто находится. Игрушка полностью рассчитывается на сервере, ну, это уже архитектурно заложено, и, соответственно, только сервер знает, где что находится, а клиент у нас, вообще говоря, это такой специальный видеоплеер. Мы на него стримим, грубо говоря, местоположение танчиков, которые ему позволено видеть в данный момент, грубо говоря, исходя из его позиций, и все. То есть, получается, у нас, с одной стороны, есть отдел, который поэтому уделяет внимание, с другой стороны, в архитектуре веб-сервисов и игрушки заложена концепция безопасности. Ну, любимый пример, у нас нет таких проблем, соответственно, как в Battlefield, когда, там, за чит можно попасть, там, с 4 километров человеку в глаз, там, через кусты. Ну, то есть, такого нет. А платежи? Платежи, ну, грубо говоря, начисление голды, у нас есть четкая проблема, соответственно, это фрод, ну, самая типичная проблема для любых платежей, когда люди платят с ворованных карточек, здесь просто баны. Есть концептуальная проблема, соответственно, с воровством аккаунтов, которое от нас мало зависит. Вот, ну, сами понимаете, что такое платежи? У нас в игрушке, к счастью, принята концепция, что у нас нет перевода голды с аккаунта на аккаунт. После этого не так большому количеству пользователей, собственно, и есть, что воровать. Если угнали твой аккаунт, он не может тебе, там, дать больше голды. Тебе подгадить, как пользователю, да. Ну, на это там уже суппорт разбирается, в принципе, почти все восстанавливает. Ну, а что такое траектория, ну, расчет траектории, да. Откуда отправлено, грубо говоря, ну, откуда отправлено, с какой скоростью отправлено, вот. Расчет траектории, что на клиенте, что на сервере пройдет одинаково, потому что исходные данные одинаковые. Ну, по формулам все.